Народная волна Народная волна Ну, давайте, наверное, поговорим вот о чем Начнем, наверное, с того, что происходит в Израиле Я имею в виду то, что связано с сектором газа Напряженная обстановка, чем это грозит И можно ли было этого избежать Может быть, в связи с этим Может быть, переоценить или оценить Предложение Виктора Либермана принять меру То есть, я имею в виду предыдущий вот этот всплеск Ну, в общем, давайте начнем с того, что происходит сначала Ну, то, что произошло, к сожалению Мы видим Сбегу из газа По Буктам вокруг газа Израиля Но один из Один раз, как наверняка Все наши радиослушатели читали Ракета попала в дом В поселении Таком Мы называем Мошаве Такие Раньше были фермерские поселения Где люди живут очень тихо В больших домах И В таком вот Мошаве В центре страны Около Тель-Авива Буквально Попала такая ракета в дом И, естественно, это Возбудило гнев В израильском обществе И, во-первых, это самое сердце Израиля Во-вторых, по-моему, в дом И дети Были испуганы И даже ранены Из-за того, что Несмотря на то, что все Успели Бежали в безопасную комнату Они закрыли двери Поэтому осколки попали вовнутрь И были ранены Не серьезно, но все-таки ранены дети И поэтому, конечно же, пнев в Израиле очень большой Несмотря на то, что В Газии лидеры Хамаса утверждают Что это была Своего рода ошибка Но такие ошибки мы прощать не можем И соглашаться на такую стрельбу Ошибочную Да, мы, естественно, не можем И поэтому, конечно, израильская общественность Израильское общество требует Твердой реакции Военной на подобную стрельбу И, как вы правильно сказали Вновь и вновь мы видим Что позиция лидера Небермана Была права Нельзя было Идти на поблажки Нельзя было соглашаться На перевод катарских денег в газу Нельзя было Реагировать слабо Потому что Хамас в этом видит слабость Израиля И И просто продолжает И просто буквально шантажирует правительство Теперь Премьер-министр объясняет это Абсолютно разными всякими Объяснениями Что у нас есть сейчас северный фронт На котором мы обязаны Сконцентрироваться Но ведь дело в том Что все видят все И когда ты даешь поблажки Когда ты плохо и слабо реагируешь Одному своему врагу Весь мир понимает Что ты Недостаточно твердый Недостаточно уверенный Недостаточно умеешь реагировать И в конце концов Маленькая террористическая организация Буквально держит В заложниках Не только юг Израиля А буквально весь Израиль Потому что они решают Когда будет стрельба Куда будет стрельба Теперь Израиль силен Ни всякого сомнения Израиль сильнее всех своих врагов Меньше взятых Но Израиль не использует свою силу Премьер-министр считает Что это Недостаточно угроза Я считаю Я полностью согласен С позицией Бывшего министра обороны Видера Нубермана Что мы обязаны Побеждать своих врагов Мы сегодня Супердержавы И мы обязаны Наносить такие удары Чтобы враг поднял Белый флаг И понял Что нет никакого смысла Поднимать на нас руку Даже если Это маленькие удары Мы должны понять Что нет никакого смысла В борьбе против Израиля Нужно принять То что они полностью Победили То что мы полностью победили И они полностью проиграли И искать Искать дипломатические пути И строить государство Или какие-то другие решения Я против того Чтобы В конце концов Было палестинское государство В том формате В котором Идет переговоры Натаниал Я считаю Что план Либермана Как раз таки Вполне Подходит А он говорит о том Что решение должно быть На трех уровнях И на уровне Мира Точнее скажем так Договора С арабскими странами Соседями Договора С палестинцами Договора С израильскими Арабами Потому что Израильские арабы Это может быть Следующий этап Конфликта Если они вдруг Потребуют Тоже какие-то Условия для себя И суверенитет Например На севере Поэтому мы должны Решить эту проблему Раз и навсегда И это может быть Только тогда Когда мы покажем Что мы Твердо реагируем На любую провокацию Даже самую маленькую Нет никакого смысла С нами А теперь если можно Как отразилось На израильской политике На действиях Израиля После того Как Трамп Признал Суверенитет Израиля Над голландскими Высотами Я услышал Что там уже Принята Какая-то Строительная программа По поводу Голланд И ваша оценка Вообще Этого заявления Насколько это Серьезно Важно Для Израиля Или это Как говорят у нас Нево-Трамперы Так называемые Что это Очередной Очередная попытка Скрыть свой Антисемитизм Со стороны Трампа Не поверите Но так и говорят Ну Это большой шаг Для Израиля Это очень большой шаг Для Израиля В нескольких Пускатях Во-первых Надо понять Что Это Шлет посыл Всему миру Что Когда Еврей Когда Израиль Уверен в себе И он настаивает На своей позиции В конце концов Мир это принимает И Я уверен Что данная позиция Соединенных Штатов Заставит и другие страны И в Европе И даже в России Принять эту позицию В конце концов Сейчас они пока еще Не могут это сделать Россия Из-за своих партнеров В Сирии И европейцы Из-за своих партнеров В арабских странах Из-за мутерной политики Из-за того Что они против Трампа И по разным другим причинам Ну и просто Из-за антисемитизма Который Мы уже говорили об этом Я не думаю Что куда-то пропал В Европе Но Это очень серьезный шаг Дипломатический Также надо понять Что это очень серьезный шаг С точки зрения позиции Израиля Сегодня в Сирии Мы показываем Нашим врагам Прежде всего Ирану Что У нас есть Очень крепкая поддержка И Мы Будем делать все Для того Чтобы Сохранить свои границы На севере Для того Чтобы обеспечить Полную безопасность Своим границам На севере И нет Никакого вопроса О том Что можно сдвинуть Границу на севере И что Голланы Могут В каком-то Таком и ином виде Частично Или полностью Когда-либо Перейти В руки Сирийцев И третья Очень важная Позиция Надо понять Что из-за того Что Голланы На протяжении Многих лет Были своего рода Разменной картой В переговорах С Сирией А были такие Кто и говорили О том Что мы можем Отдать Голланы За мир Сирии В свое время Барак об этом Говорил 20 лет назад И даже Бенемин Таньяу Мы знаем Что вел Переговоры С сирийцами И готов Был Компромисс На Голланах И из-за этого На самом деле На Голланах Несмотря на Огромные площади На Голланах И прекрасную Красивейшую природу Всего 25 тысяч Явлеев Живет И самый большой Голлан Кацрин В котором Есть русскоязычный Мэр Из партии Индии Дима Апартов В нем Живет всего лишь Навсего 8 тысяч Человек И это Это большая Глупость Что правительство Израиля Не делает Все возможное Для того Чтобы заселять Голланы Как можно больше И укрепить Там И укрепить Голланы И с экономической Точки зрения И с дипломатической Точки зрения И с точки зрения Безопасности И я уверен Что очень многие Поют на Голланы Там очень красиво Там Естественно Жилье намного Дешевле Можно Купить прекрасный Дом Ценную Которую Я думаю В Руссалиме В лучшем случае Можно купить Двухкомнатную квартиру Поэтому Эта позиция Она Естественно Укрепляет У нас Позицию Трампа Вместе с этим Немножко Странно И абсурдно Смотреть Как с одной стороны Натаньяу Достигает Такого успеха На Голланах И с другой стороны Он не использует Эту мощь Для борьбы С Хамасом И мы продолжаем Как я уже говорил В предыдущем ответе Продолжаем Видеть ракеты Которые летят На Израиль А по поводу того Что Трамп Это Пытается якобы Кинуть пыль в глаза И закрыть Твой антисемитизм Я думаю Что это полная глупость Просто полная глупость У Трампа Его дочь Сегодня Галактическая еврейка Его Один из самых Самых близких Людей и политически И с точки зрения Международной политики Это муж Его дочери Который не просто еврей Который еврей Очень гордый Еврей И Очень много В его команде Евреев И очень много Людей Которые работают С Израилем Это люди Которые Очень Занимают Очень гордую Еврейскую позицию Говорить о том Что Трамп Антисемит Я думаю Это просто Внутриамериканская Глупость И Внутриамериканский Политический Политическая ложь Не больше Что касается Ситуации Я имею ввиду Ну вот Связанной с Хамасом На сегодняшний день Что происходит Какова обстановка Что мы ожидаем Потому что Я где-то видел Опять Сообщение О том Что может Готовиться Очередной Какой-то Мегатеракт И так далее Вообще Что вы можете По этому поводу Сказать Я не думаю Что Хамас Может сделать Что-то значительное Я это вам Говорю Так же Как Офицер Каманов Нет Илон Я владею Достаточной Информацией Больше Чем Просто Политологи Или Комментаторы У Хамаса Нет возможности Сделать Что-то Большое И принести Какой-то Серьезный Вред Израилю У Израиля Достаточно Силы Достаточно Разведки И естественно И противоракетные Системы Которые Продвратят Какой-то Я не верю Что может Какой-то Мегатеракт Но опять же Мы обязаны Реагировать Твердо На самую Мелочь Потому что Такая мелочь Может принести Большой вред Эта ракета Могла Которая упала На Поселение Мишмер Это могло Привести К тому Что могли Погибнуть Люди И Поэтому Я думаю Что мы можем Видеть Да Операцию В Газе Более тяжелую Более твердую Более масштабную Но вопрос Ведь не Того Будет ли Операция Какая она Будет И какой Будет Результат Если Опять Мы Войдем Туда Для Чтобы Потерять Солдат И выйти Через Месяц Или два Как это Было В прошлый Раз То Это Не имеет Никакого Смысла Да Это Создало Относительное Спокойствие На Несколько Лет Но Мы Должны Начинать Делать Вещи Которые Создадут Нам Безопасность На Десятки Сотни Лет А не На Несколько Лет Не Может Быть Что Маленькая Террористическая Организация Держит В заложнике Миллион Человек На Юге Израиля Израиль Сильный И он Должен Наконец-то Использовать Свою силу А не Бояться Вплеска Дело в том Что понимаете Армия Израиля Стала Немножко Немножко А стала За последние 10-15 лет Вести себя Больше Как полиция Чем Как армия То есть Главное Чтобы было Тихо И чтобы не было Вплеска Насилия А не То чтобы Целью В армии Была победа Цель армии Это побеждать Врагов А не делать так Чтобы насилия Не было Никто не хочет Терять детей Никто не хочет Терять солдат Но Израильская армия Достаточно Сильна Для того Чтобы делать Операции С воздуха И не пускать Солдат Погибать Внутри газа Но для этого Мы должны быть Более Менее гуманны Для этого Мы должны Понимать Что если Нанести удар По газе По террористам Даже ценой Того Что погибнут Невинные люди К сожалению Наши дети Важнее Чем дети В газе Это тяжелое Предложение Но это верно Если мы Не начнем Показывать Что мы Любой ценой Защитим своих Детей То тогда Хамас Никогда не будет Делать так Чтобы перестать Своих детей И своих Граждан Ставить под удар А если будет Продолжать Мы должны Продолжать Ударять Нет ни одной Страны в мире Уж тем более Не Соединенные Штаты Которые продолжали бы Терпеть То что мы терпим И которые продолжали бы Быть такими Гуманными Как мы Ни одна армия В мире В супердержавах Не думает о том Что они думают Международное сообщество А думает о том Как защитить своих детей И это то Что мы должны делать К сожалению Наша армия Иногда слишком гуманна Да мы евреи Да мы всегда гуманны Да мы всегда думаем О справедливости Но В этой ситуации Мы должны думать Прежде всего О безопасности своих детей А потом О безопасности детей Наших врагов Тем более Что они похоже Не просто не думают О безопасности своих детей Они их используют В качестве Живого счета Нередко Абсолютно верно Это опять же Это не значит Что мы должны Делать так Чтобы эти невинные Дети погибали Ни в коем случае Но да Мы должны Показать Что Мы готовы Идти на Большие цены И если нам нужно Разбомбить Больше И нанести Больший вред И больше людей Погибнуть В другой стороне Мы должны Это делать У нас нет Другого выхода Все наши враги Должны понять С евреями Не имеют дела На евреи Трупы не поднимают Ну а скажем А если ставить Некоторые говорят Что необходимо Так сказать Я не знаю Полностью уничтожить Хамас Насколько это возможно И что тогда За этим последует Это возможно Израиль может Сделать это За несколько дней Вопрос Что будет дальше Вопрос Кто придет Взамен Вопрос Сможет ли Палестинская автономия Занять их место Вопрос Придется ли Израиль Контролировать Ситуацию И так далее Я думаю Что это все Возможно Здесь есть еще Политическая причина Мне кажется Что премьер-министр Специально Держит Хамас В Газе Для того Чтобы показать Что нет Возможности У палестинских Лидеров Создать Палестинское Государство Я думаю Что мы должны Уже двигаться Дальше И делать Все Для того Чтобы Понимаете Если нужно Чтобы мир Понял Что они Не могут Создать Палестинское Государство Даже Если Палестинская Автономия Будет контролировать Газу Я считаю Что нужно Двигаться В этом направлении Тоже Надо делать Так Чтобы Палестинцы Перестали Думать Даже О том Что на нас Можно поднять руку Иначе Мы будем Жить В этой ситуации Еще 20-30 лет Да Есть смысл В том Чтобы Ослабить Иран Но не может Быть Что мы будем Ослаблять Иран Еще 10 лет А эти 10 лет Мы будем Терпеть Хамас В Газе Мы должны Донять По каждому Врагу Сильно Настолько Чтобы они Поднимали Белый флаг Примерно Так же Америка Не испытывает Пока военных Проблем На своей земле Не потому Что Америку Кто-то Очень любит А потому Что Америка Обладает Такой военной Мощью Что никому В голову Пока не приходит Каким-то Образом Напасть Или что-то Такое Сделать Я думаю Что и для Израиля Такой же Подход Был бы Правильным Ну У Америки Есть еще Две вещи Которые Ну да Нет И это чисто Географическое Положение Да То есть Это Это соседи У Америки Есть Сверху Соседи Канада Это не палестинцы Справа и слева Просто вода Которую Невозможно Переплыть И покармить Туда любая Подойдет Она будет уничтожена А с юга Более слабые Страны Которые никогда Не будут Покшаться на Америку Поэтому у Америки Еще То что Мы на иврите И на иврите И раньше Назали Мазаль Да Просто удача Удачное место Которое во многом Тоже приносит Америке Те возможности И то что она не участвовала В первой и второй Мировых войнах И то что они не дошли До нее Это тоже тот Мазаль Который был у Америки Который позволил ей Стать супердержавой У нас такого Мазали нету У нас Мы маленькая страна Рядом с нами Покруг нас Те кто нас Не любят И которые пытаются Постоянно Манести нам вред Но Несмотря на это Мы Воюя одной рукой Второй рукой Мы становимся Супердержавой Любой Открытый И в политике И в экономике И в технологии В искусстве Через месяц И в Израиле Будет Евровидение После того Как израильская Певица На это Продвела Заняла первое место В Евровидении Я не знаю Сколько американские Наши Хоть и русскоязычные Евреи Но следят за Евровидением Я думаю Что больше чем Американцы Но На самом деле Будет Евровидение В Израиле Через буквально месяц И Бизнес инсайдер Ведущий Американская газета Познала Израиль Восьмым В мире Наиболее Сильным И влиятельным Государством После таких Супердержав Как Россия Китай Америка То есть Первая Америка Россия Китай Индия Германия Франция Англия И так далее И малюсенький Израиль Восьмой Всего лишь 70 лет После того Как он Был основан 73 года После Холокоста И всего лишь 50% Евреев Даже меньше Живет В этой стране То есть Мы только начали Этот путь И одной рукой Мы воюем Второй рукой Мы достигаем Все что мы Можем В экономике И в технологии В политике И в искусстве И так далее Поэтому Израиль Только Становится Сильнее Наши враги Становятся Слабее Поэтому Я полон Оптимизма Но Это не значит Что мы должны Терпеть Каких-то Террористов На юге Которым Нужно Так дать По голове Чтобы они Подняли Первый Добав Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Извините Пожалуйста Я не с самого начала Слушаю Прослушала Кто Наш Алекс Сельский Член Исполкома Всемирной Сианитской Организации Ага Понятно Вот Вы как-то Сказали Что Натани Не может Справиться С Хамасом Тут По-моему Такое Дело Как У врача Главное Не навредить Поэтому Я много Раз слышала От представителей Израиля Что Общество Еще не готово Отобрать Газу Обратно А Чтобы не сделать хуже Чтобы Ну как бы Не свергнуть Хамас И не пришел Черт еще более Страшный Хамас Как бы Уже немножко Так приструнили И он Ну Ведет себя Более не менее Иногда плохо Иногда хорошо Но в общем Как бы терпимо Относительно Конечно Терпеть это Очень тяжело Но приходится Вот Но Мне кажется Натани Очень сильный Дипломат И вот Он знает Как Ну как Лучше себя Повести Со своим Врагом Вот Я не знаю Может вы Придерживаетесь Какой-то Другой Точке Зарения Спасибо Большое Спасибо Я не знаю Это был вопрос Добавить Тебе Я Три года Был советником Кремьер-министра Данимина Натаняо Я его очень хорошо Знаю С 2010 До 2013 Года Натаняо У меня всякое Сомнение Гениальный Дипломат Но У Натаняо Есть очень много Минусов И Я думаю Что на этих Выборах Он делает Все Для того Сохранить Своё место Ценой Иногда Тишины И боясь Делать резкие шаги Как вы говорите Чтобы не было хуже Но Понимаете Как говорит мой отец Плохие примеры Не для нас Чтобы не было хуже Это нас не устраивает Нам надо было лучше Ударить по Хамасу Это не значит Что нужно обязательно Оккупировать газу И брать на себя Всю гражданскую ответственность Мы должны сделать так Чтобы Хамас понял Что ему Не выгодно Воевать с Израилем А ему выгодно Контролировать Пожалуйста Пусть контролирует газу Мы не против Пусть занимается Здравоохранением И И Повседневной жизнью И Обеспечением Всех гражданских Нужб И населения В Газе Но только Пусть на это Они Тратят свою энергию Они на то Чтобы обвинять нас И воевать с нами Они должны понять Что с нами Воевать нет никакого смысла Я вам более того скажу Как только мы Воистину Поверим Что Хамас Будет заниматься Решением проблем Жителей газа Мы им даже поможем Это будет Только тогда Когда мы увидим Что не будет Никаких угроз Израильской безопасности А Для того Чтобы они поняли Что они Не могут угрожать Израильской безопасности Мы должны бить Так сильно Чтобы они поняли Что они должны Концентрироваться На своей жизни Они на угрозу Нам И для этого Я еще раз повторяю Не нужно Оккупировать газы Для этого Можно сделать Достаточно ударов С помощью Даже ВВС И следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Скажите Пожалуйста Вот В первый день При возглашении Государства Израиля Пять или шесть Там арабских стран Напали На вашу страну На Израиль Захватили Голландские высоты Восточные Иерусалимы Самари Иудеи И так далее В шестьдесят Семьем году Изали Вернул эти территории Вот до этого момента До нападения Арабов Жили же там Евреи А с чего Арабы И ООН И другие организации Считают Что эти территории Принадлежат Арабам Спасибо Ну вы немножко Перепутали историю В сорок седьмом году ООН Выделили Иврейскому государству Израиль Территорию Которую не входило Ни Голланды Ни Иудеи Самария Ни Восточный Иерусалим Только в шестьдесят Седьмом году В результате Нападения На После того Как Израиль Уже выиграл Бойну С сорок восьмого Года В шестьдесят Седьмом году После того Как Арабские страны Вновь Напали на Израиль Израиль Тогда Оккупировал Голланды Иудеи Самарии Восточный Иерусалим И полуостров Синай Синайский полуостров Потом В семьдесят Седьмом году Когда был подписан Договор с Египтом Синай отдали За мир с Египтом Почему ООН думает Что это Арабские территории Ну Это конечно Нужно Немножко Дольше Говорить Но Во-первых Потому что Арабы То есть Те арабы Которые Жили в Израиле Которые Убежали Из Израиля И Стали беженцами На Иудеи Самарии Они утверждают Что Они Палестинцы Хотя Такого народа Не было Никогда И Слово Палестинец Это Основано На Том Слове Которым Называли Эту Землю Англичане Палестайн И Это Никак То есть Арабы Которые Живут Здесь И жили Здесь Они Подавляющее Большинство Из них Корни Из Ирака Из Египта Из Других Страх В Иордании Живут 70% Тех Кто Называет Палестинцами То есть То что Они Пытаются Создать Себе Еще Одно Государство Это Давление Арабов Это Давление Европейцев Которые Ну К сожалению Мое Мнение Что Европейцы До сих Пор Еще Во многом Не Скоренен Антисемитизм И Навредить Евреям Есть Еще Очень Много Мотивации У Европейцев А Когда Еще Добавьте К этому Их Союз С Арабскими Странами Добавьте К этому Еще Мусульманскую Арабскую Миграцию В Европу Которая Тоже Создает Давление Электоральное То есть Политики Хотят В угоду Своим Новым Гражданам Хотят Быть Про Арабскими И Анти Израильскими Вот Добавьте К этому Всему Вот Это Все Вместе И Является Тем Давлением На Израиль Чтобы Якобы Мы Отдали Свои Земли Хотя Все Супердержавы Это Супердержавы Которые Все Свои Земли Включая Россию Включая Францию Включая Англию Включая Америку Это Те Кто Всегда Завоевывали Мы Завоевали Это Только После Как На Нас Напали После Как Нам Дали Маленький Кусочек Земли На Нас Напали Мы Победили Взяли Больше Им Они Не признали Свой Проигрыш Они Снова На Нас Напали Мы Снова Победили Взяли Больше Но Мы Взяли Свои Исторические Земли Иудеи Самарии Это Историческая Земля И Голланды Как Вы Правы Абсолютно Они Тоже Жили Евреи Во времена Иудеи Израиля В Исторических Странах Иудеи И Израиля 2000 Лет Тому То есть Мы Просто Взяли Себе Обратно Земли Которые Принадлежали Нам Раньше В результате Того Что На нас Напали Поэтому Мы Никому Это Не Собираемся Отдавать А то Что Европейцы Утверждают Ну Пусть Утверждают К сожалению В ООН Есть Большинство Про Арабских Арабских Стран И Про Мусульманских Просто Потому Что Их Много И Больше Чем Мы Будем Наставить На своем И мы Победим У нас Нет Другого Выхода Евреи 2000 Лет Не Были Дома Они Были Меньшинством Везде Где они Жили И давали Всем Странам Где они Жили Больше Чем Любое Другое Меченство И за Это Они Получали Везде И Всегда В каждой Стране Где они Были Изгнание Погромы Холокост Сегодня Первое Апрель Вчера Был 31 Марта 31 Марта Была Подписана Декларация Из Изгнания Евреев Из Испании В 13 Веке Я не помню точно В каком году Это было не меньше Чем Холокост 20 века Мы забываем Но везде Где евреи Жили В России В Польше Во Франции В Германии В Голландии Их Везде гнали И убивали За то Несмотря на то Что они дарили Местным странам Науку Культуру И вы это все Прекрасно понимаете И это кончилось Мы пришли домой У нас и сильная страна И сильная армия Мы никуда не сдвинемся И мы больше Ни на какие Компромиссы Не пойдем Мы будем наставить На то Что мы здесь Если кому-то Это не нравится Это его проблема Алекс Давайте мы сделаем Небольшой перерыв Подошло время Для рекламы После чего Вернемся И обязательно Продолжим Субтитры создавал DimaTorzok